В Хабаровске осуждены участники преступной группы, организовавшие канал незаконной миграции. В Краснофлотском районном суде города Хабаровска вынесли обвинительный приговор троим жителям краевого центра, признанным виновными в организации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан. Это первый случай в судебной практике Хабаровского края, когда обвиняемые в данном виде преступления приговорены к реальным срокам наказания с отбыванием в исправительных учреждениях. В январе 2015 года сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю была выявлена преступная группа, организовавшая незаконный канал легализации иностранных граждан. Мошенники проставляли в национальные паспорта трудовых мигрантов, прибывших в Хабаровск из Центра Азиатских республик, поддельные отиски штампов, миграционные службы, якобы подтверждающих право на временное проживание на территории Российской Федерации. Организатором преступной группы являлся уроженец Сахалинской области, который к моменту задержания уже находился в федеральном розыске за совершение мошенничества в сфере кредитования. Скрываясь от правосудия, мужчина прибыл из Южно-Сахалинска в Хабаровск, несколько лет жил по поддельному паспорту на вымышленное имя и даже женился. Используя фальшивые служебные удостоверения и форменную одежду сотрудников правоохранительных органов, мошеннику удалось в кратчайшие сроки приобрести контакты в национальных диаспорах края. Под его руководством посредники находили иностранцев, срок нахождения которых на территории Российской Федерации в скором времени истекал. Чтобы продлить этот срок, мигрантам предлагались услуги по возмездному получению разрешения на временное проживание в России. Стоимость данных услуг составляла от 30 до 100 тысяч рублей. В целях конспирации проставление поддельных оттисков ОФМС в каждый паспорт осуществлялось на протяжении недели, после чего документы возвращались владельцам. Всего в период с ноября 2014 года по февраль 2015 преступная группа таким противозаконным способом легализовала в России около 50 иностранцев. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю задержали организатора преступной группы. При задержании мошенник был одет в форму работника прокуратуры, хотя на самом деле им никогда не являлся, и имел при себе фальшивые служебные удостоверения личности сотрудников различных правоохранительных органов на вымышленное имя. Кроме этого, в ходе осмотра у него изъяли 5 паспортов граждан Узбекистана с проставленными поддельными штампами разрешения на временное проживание и регистрации по местожительству, денежные средства в размере 95 тысяч рублей и другие предметы, подтверждающие преступную деятельность. Еще двое участников, выполнявшие роль посредников, также были задержаны с поличным. Все они оказались уроженцами Узбекистана, а один из них имел при себе поддельный паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя. По данным фактам, следственным отделом ФСБ России по Хабаровскому краю были возбуждены уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных частью 2 статья 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан», совершенная организованной группой. И частью 3 статья 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Использование заведомо подложного документа». Материалы, полученные по факту использования фальшивых служебных удостоверений правоохранительных органов, были переданы в УМВД России по Хабаровскому краю. Решением Краснофлотского районного суда города Хабаровска все участники организованной преступной группы признаны виновными в совершенных ими преступлениях. Один из мошенников, выполнявший роль посредника, приговорен к лишению свободы сроком 10 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима. Второй к одному году условно с испытательным сроком 8 месяцев. Организатор преступной группы осужден на 4 года и 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу 70 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу. Продолжение следует...